Немецкая овчарка – уход за щенком и взрослой собакой. Немецкая овчарка входит в тройку самых умных собак мира. На выведения этой породы ушли десятки лет. Овчарка отличается высоким уровнем интеллекта, преданностью, отменным нюхом, хорошими сторожевыми и охранными качествами. Чаще немецкую овчарку задействуют на государственной службе или как выставочную собаку, но и домашним любимцам она становится нередко. Подготовка к появлению щенка немецкой овчарки. Если в семье никогда не было щенков этой породы, то перед покупкой следует основательно подготовиться, чтобы знать, как ухаживать за немецкой овчаркой. От правильного ухода зависит комфорт, развитие и здоровье питомца. Самая популярная порода в мире. Выбор места для питомца. Готовясь содержать овчарку дома и выбирая место для щенка, нужно учитывать. Несколько факторов. Удаленность от проходов, лежанка не должна находиться там, где постоянно ходят люди. Суета будет вызывать беспокойство у щенка. Отсутствие сквозняков и обогревательных приборов, щенку нужно тепло, однако искусственное. Отопление вредит его здоровью. Безопасность, если щенок немецкой овчарки будет содержаться в квартире, его лежанка ни в коем случае не должна располагаться на балконе, откуда собака может свалиться или спрыгнуть. К сведению. Если питомец останется жить в доме или квартире, то место ему нужно выбирать с расчетом на постоянство, чтобы щенок сразу привыкал к своему пространству. Подготовка места, а важный этап ухода. Содержание овчарки в частном доме – один из лучших вариантов, при котором у собаки будут вольер. И возможность постоянно двигаться. Однако кинологи не советуют щенка оставлять одного на улице. Переводить его следует постепенно и только после того, как питомец привыкнет к новой семье и территории. Первые дни на новом месте. Первые дни в доме для щенка очень важны. В этот период он не только привыкает к новому месту и членам семьи, но и должен усвоить основные правила. Страх и растерянность для малыша – явления объяснимые и временные. Чтобы помочь щенку быстрее справиться с негативными эмоциями, его нужно познакомить с село домашними, позволить осмотреть территорию, привыкнуть к запаху. Обратите внимание. Самое беспокойное время в период адаптации – это ночь, когда щенок остается один. Он начинает скучать, тревожится, может скулить, чтобы привлечь внимание хозяина. На такое поведение питомца реакций человека может быть две. Человек жалеет малыша, пытается его успокоить, отвлечь, накормить, согреть. В своей постели проявляет твердость и не обращает внимания на мольбы маленького питомца. Выбирая первый вариант, хозяин должен быть готов повторять свои действия каждую ночь и отказаться от мысли воспитать щенка по своим правилам, так как питомец поймет, что человеком можно манипулировать. Во втором случае, маленький немец достаточно быстро справится с тревожностью и будет в ночное время отдыхать и не мешать это делать человеку. Приучить щенка вести себя спокойно ночью – это и воспитание, и дрессировка одновременно. Важно! В первые дни пребывания в доме зарождается дружба между человеком и собакой, поэтому щенок должен получать как можно больше внимания. Ни в коем случае его нельзя наказывать, даже если питомец провинится. Особенности ухода за щенком немецкой овчарки Важная роль в интеллектуальном развитии немецкой овчарки отводится игре. Щенок этой породы нуждается в постоянном активном взаимодействии с хозяином. Во время которого он изучает человека и удовлетворяет Свою потребность в движении Одной из форм может быть игра, во время которой щенок должен принести брошенные хозяином предметы. Обратите внимание! Мышечная масса, поддерживающая скелет, у немецкой овчарки развивается медленнее, чем кости, что приводит к повышенному давлению на связки и суставы. Поэтому, чтобы вырастить здоровую собаку, нужно контролировать физические нагрузки питомца примерно до годовалого возраста. Социализация, знакомство с другими собаками и людьми Для немца очень важна социализация. Щенок развивается быстрее во время общения с другими животными. Этой особенности также следует уделить должное внимание. Покупая щенка у заводчика, нужно поинтересоваться, чем питался щенок, в каких количествах и как часто. Приучать к новому режиму или корму, если есть в этом необходимость, нужно постепенно, чтобы не навредить здоровью питомца. Питание щенка натуральной пищей по месяцам Некоторые владельцы четвероногих друзей отрицают сухие корма, предпочитая кормить питомца натуральной пищей. В адаптационный период около двух недель щенок должен получать пищу, максимально приближенную к той, который питался у заводчика. Потом щенка можно приучать к натуральному кормлению. Первые шесть месяцев жизни – это активный рост, требующий высококалорийной пищи. Рацион двухмесячного немца состоит из Мясо Молока Рисовой и овсяной каш Творога и кефира К сведению, сырое мясо полезнее для щенков любого возраста, но каждая собака требует индивидуального подхода. При расстройстве можно давать вареное мясо, которое поможет привести желудок в норму. В трех месяцев в рацион добавляют вареную морковь и растительное масло, так как организм щенка требует минералов, которые содержатся в овощах. В возрасте четырех месяцев у немецкой овчарки происходит смена зубов, требующая дополнительного кальция. Самый простой способ – добавить в рацион желатин. После шести месяцев происходит стабилизация роста организма овчарки. В этот период можно разнообразить питание субпродуктами, разными видами каш, кроме манны, так как она плохо усваивается. Молоко из рациона кобелей нужно исключить, в то время как девочки должны получать его ежедневно. Сухой корм Составить сбалансированный рацион для своего питомца самостоятельно достаточно трудно, а для полноценного роста и развития. Собака должна получать не только нужное количество пищи, но и все необходимые микроэлементы в ней. С этой задачей справляются производители сухого корма. Что нужно учитывать при выборе марки? Корм должен быть специализированным, разработан именно для немецких овчарок. Подходить по возрасту Питомца В основе корма должно быть мясо. Никаких синтетических добавок. Важно! Собака может не согласиться с выбором человека, даже если кажется, что корм самый лучший. Поэтому хорошо бы подобрать несколько вариантов и понаблюдать, какой корм больше подойдет и понравится питомцу. Эти псы любят купаться самостоятельно в водоемах. Купание щенков и взрослых собак Купать щенков начинают с трех месяцев. До этого возраста кожу и шерсть маленьких немцев покрывает специальный защитный слой. Купание как щенка, так и взрослой овчарки не является обязательной процедурой. Ее можно выполнять по мере необходимости. Водные процедуры можно свести к помывке лап после прогулки. Если же щенок достаточно чистоплотный, то купание лучше заменить на обтирание влажным полотенцем и вычесывание. Взрослого пса рекомендуется купать не чаще трех раз в год, исключая зимние месяцы. Особенности ухода за взрослой собакой Как ухаживать за овчаркой На что следует обращать внимание Чтобы собака была здоровой и ухоженной, нужно следить в первую очередь за шерстью, глазами, ушами и зубами. Уход за шерстью Блестящая шерсть – показатель общего здоровья немецкой овчарки. Уход за шерстью состоит из вычесывания собаки специальной щеткой с металлическими зубчиками. Это помогает очистить шерсть от загрязнений, отмерших шерстинок во время сезонной или возрастной линьки. Вычесывать немецкую овчарку рекомендуется два-три раза в неделю. Уход за шерстью Уход за глазами Уход за глазами должен быть ежедневным. Нужно следить, чтобы в уголках у питомца не скапливались соринки и загрязнения, удалять шерсть вокруг глаз. Делается это с помощью ватного тампона, смоченного специальным лосьоном. Обратите внимание. Утреннее нагноение, слезливость глаз овчарки – сигнал к тому, что нужно обратиться к ветеринару. Как правильно стричь когти Летом эта процедура требуется крайне редко, так как когти стачиваются во время прогулок об асфальт, а вот зимой им нужно уделять особое внимание. Обрезать когти нужно специальной когтерезкой. Перед тем, как приступить, определите границу между ороговевшей частью и живой. Если сделать это трудно, то обрезать нужно постепенно, обращая внимание на реакцию собаки. После стрижки нужно удалить заусенцы и неровности, которые могут причинять неудобства. Как чистить уши Осмотр ушей должен проходить регулярно, чистка не реже одного раза в два дня. Для чистки понадобятся ватные диски и очищающее жидкое средство, либо специальные влажные салфетки, которыми протирают уши. При наличии корочек на них капают лосьоном, прижимают диском или салфеткой на несколько секунд и удаляют массирующими движениями. Уход за зубами и челюстями Чистить зубы собаке так же важно, как и человеку. Специальных костей и сняков недостаточно. Чистить зубы нужно специальными пастами для собак не реже три раз в неделю. После чистой пасты рекомендуется использовать ромашковый отвар для полоскания. Впрыскивать его можно с помощью шприца. Любой собаке нужны прогулки на улице. Прогулки на свежем воздухе Прогулки на свежем воздухе показаны и щенкам, и взрослым псам. Во время них немецкая овчарка познает окружающий мир, привыкает к хозяину и дисциплине. Щенок до шести месяцев должен гулять на свежем воздухе четыре-шесть раз в день от пятнадцати до двадцати минут. Взрослая немецкая овчарка может обойтись два прогулками в день, но они должны длиться от сорока минут. Вакцинация Первые прививки овчарка получает после второго месяца жизни от наиболее опасных для нее заболеваний – гепатита, энтерита, чумки. Чтобы укрепить иммунитет, вакцинацию против этих болезней делают повторно через 14 дней. Второй этап – вакцинация против чумы, лептоспироза и аденовируса в шести месяцев. Последний этап вакцинации собака проходит в восьмимесячном возрасте – прививка от бешенства. Важно! Все прививки выполняются натощак и при условии полного здоровья собаки, а также после принятия антигистаминных препаратов. Чем кормить взрослую немецкую овчарку? Взрослая овчарка, так же как и щенок, должна получать сбалансированное питание. Немца можно кормить сухим кормом или натуральной пищей. При первом варианте у собаки должен быть постоянный доступ к чистой воде. При натуральном кормлении нужно соблюдать важные условия. В рационе взрослой овчарки должно быть примерно 30% свежего мяса. Яй необходимы. Кости для разработки и укрепления челюсти. Молоко нужно заменить на кефир и простоквашу. Включать в рацион речную рыбу, очищенную от костей. Немецкая овчарка, уход за которой требует внимательности хозяина, стоит того, чтобы выбрать ее в качестве друга. Представители этой породы ценят хорошее отношение к себе и умеют быть благодарными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...